всем привет мои дорогие зрители по 17 января 17 градусов тепла правда ветер довольно таки сильный начну как обещала с того что озвучу счета за декабрь и так за электричество счет у нас из 4 человек семья 55 евро за воду 15 евро это все знаю что для многих из подписчиков это больная тема и они хотели бы изменить свою жизнь но очень боятся что останутся без работы без средств существования поэтому смотрят мои ролики пока из дома и так как наш переезд я считаю что на данный момент можно сказать что он удался я могу рассказать вам и возможно это будет полезный рассказ о том как было у нас первым делом я старалась познакомиться с как можно большим количеством людей это не трудно совершенно там на бассейнах все сидят от безделья с удовольствием поддерживают беседу не то что я там приставала сильно но узнала что есть телеграм-группы вам тоже ничто не мешает также поступить просто их читайте узнаете для себя максимально всю информацию там обязательно будут объявления о тех кому нужна какая-то помощь там будут объявления о тех кто наоборот предлагает свою помощь и вы постепенно постепенно вливаетесь вот в эту жизнь болгарии сначала так потом когда вы осмотритесь вы все себе найдете не переживайте по этому поводу я имею ввиду работ и мы с удовольствием подвозили людей наших знакомых куда им надо заодно знакомились с окрестностями это очень интересно потом саша пока помогал тут мебель собирать естественно люди приезжают обустраиваются не каждый умеет мебель собрать саша помогал таким образом приобрел себе можно сказать новую профессию но такой арматуре на ужас огромная он ее словить должен за кончик а и по это мало то что ты стоишь на крыше на высоте так еще и это должен железяку к себе сумасшедшую подтянуть представляете мой сашка тоже так работал в латвии когда-то он у меня по профессии кровельщик кстати никто никогда у меня не спрашивал вот кто я по профессии вообще-то хотя бы вам интересно то что я рассказываю о болгарии на этом спасибо а я вам сейчас все равно возьму да расскажу не сейчас может но в этом выпуске возьму да расскажу кто по профессии точнее по образованию что же я для училась что ли про сашу сейчас расскажу только вам если бы мы остались жить в латвии он бы остался там работать и дальше потому что он у меня такой консерватор и не любит ничего менять в общем то пришлось и изменения произошли я считаю в лучшую сторону потому что он сейчас работает у меня по мебели ему это нравится работа на предприятии официальная может быть я бы работала если бы мишка в саде ходил но об этом в другом выпуске я вам расскажу о мишкином садике потому что там эпопе это еще сегодня у нас о другом разговоры классно придумано на дереве просто привинчен фонарь дерево это не повредило насколько я понимаю фонарь на солнечных батареях и с этим с датчиком движения и если вы умеете что-то делать лучше чем другие да вообще вам все двери открыты женщины могут устроиться в агентство недвижимости очень просто уже другое дело понравится вам там не понравится но точно могу сказать что вы там будете востребованы даже без знания языков а если еще вы знаете немецкий ну и там английский у вас с руками ногами возьму поэтому ну не бойтесь вы отсутствие работы не бойтесь вы всегда найдете здесь чем заняться все вот у миши если у него есть какие-то большие предметы и палка то в принципе ребенок занят он думает что он работает на работе еще атмосфера такая знаете поработать они плыть куда-то собрались прикиньте по морю поплывете или рекой а с вами не поплыву миша течение слишком сильная я боюсь не сильное течение ой ну не знаю ладно тогда может сплава у вас тут даже присесть негде на фоне этой елки еще хочу дать информацию которая вполне сойдет за подарок переезжая вы увольняетесь с работы пожалуйста сделайте это за месяц до переезда потому что вы тогда сможете получить форму у 2 и перевести свое пособие по безработице которое вы получаете в одной из стран евросоюза абсолютно спокойно в болгарию и ссылку я оставлю на мое давнее видео там я на эмоциях рассказываю как я мучилась с этими справками но вам вам это поможет вы уже будете информированы по образованию я технолог приготовления пищи я могу работать запросто шеф-поваром но никогда этого не хотела и не делала не работала никогда в столовых в ресторанах мне не нравится я еще на практике это поняла почему именно такое образование потому что мама сказала после восьмого класса нечего сидеть на шее и диван в техникум там хотя бы буду зарплату вот у господи как они называются стипендию платить ну пришлось не идти в техникум с девочкой за компанию кстати пользы принесло обучение в любом случае я потом у меня впереди ждали 90-е которые для меня тоже были не очень легкими снова заложились вот эти сочетания продуктов и в принципе ну вот из ничего могу приготовить нормальную еду кстати давайте я буду иногда делиться с вами днях готовили племени всей семьей и осталось фарш еще чуть ни туда ни сюда и я из него скатала шарики маленькие засунула их морозилку и потом через дня три наверное было лените в магазин я достала эти шарики отварила их вытащила из бульона бульон засунула все овощи которые у меня в доме были капуста картошка морковь сварила плавленый сыр приправы погружной блендер все это размолотила потом фрикадельки обратно еще банка зеленого горошка у меня было тоже туда всыпала но и без него было бы принципе вкусно главное еще сухариков насушить из хлеба который такой не очень на сковородке все супер в общем я за рациональное использование ресурсов я пришла к такому выводу что многие не умеют пользоваться правильно ресурсами такими как youtube например особенно в телевизоре смотрите вот вы сидите например и смотрите youtube все подряд и тут вы наталкиваетесь на какой-нибудь интересный канал например на мой и может чтобы просто его не посмотреть один раз и не потерять вы можете взять пульт сделать вот так вот есть джойстик такой вперед но вверх-вниз в сторону в сторону вы нажимаете вверх у вас появляется информация тут название видео когда выложена только она будет исчезать но если вы долго не нажимаете ничего здесь смотрите здесь вы можете перейти на канал к человеку лайк поставить дизлайк супер фэнкс сказать но для этого для всего конечно нужно чтобы вы были в своем аккаунте на телевизоре у вас нет аккаунта попросить кого-нибудь пускай вам заведут вот канал вы можете перейти на канал можете подписаться перейти на канал и тут о чудо вы видите все что есть у данного автора ну в данном случае у меня здесь вы можете найти все мои видео абсолютно хронологическом порядке и все их посмотреть то есть на мой взгляд это гораздо проще чем писать мне в комментариях а где вы рассказывали про это где вы рассказывали про то но нет вы конечно если хотите можете писать с удовольствием всем отвечаю это знаете мне кажется гораздо проще интереснее самому вот так вот посмотреть вообще все мои видео с самого начала вот видите во первые самые пошли видео когда мы только-только еще даже мы не сюда сначала в турцию хотели уехать вот мне даже отсюда начинается первое мое самое видео это называется коротко нашей жизни в латвии я его делала для того чтобы продать свою квартиру в латвии что собственно я потом и сделала вот видите вся абсолютная история моя за этот год за двадцать второй вот тут девяносто четыре видео довольно таки будет вам чем заняться тут вот идут дальше вкладка идет если вы вниз нажмете тут идут самые популярные мои видео то что вам точно будет интересно посмотреть ну не забываем что у каждого свои интересы конечно но тут же вы такие посмотрели они надо подписаться вот видите кнопочка если я еще нажму мне скажет войдите в аккаунт если у вас если вы смотрите не с аккаунта телевизор то вам скажет то же самое вам нужен просто адрес электронной почты и пароль придумать и будет у вас свой аккаунт и сможете его подписаться и ничего не пропускать расскажу вам как телефоне делать если телефон осмотреть например кто-то вам из знакомых сказал посмотри канал болгария с элеонорой очень интересно рассказывает там все даже если ты не собираешься в болгарии ехать все равно интересно что вы делаете первым делом телефоне берете нажимаете поиск можно это делать в гугле можно делать это в ю тубе все равно выбираете для норы вам выдает на прекрасный канал вот он можете зайти сразу на канал и смотрим что тут есть у нас нажав на слово видео вы увидите все мои видео подряд фронологии и листы есть у элеонора посмотрите какие у меня плейлисты полезно знать магазины в болгарии форт нокс это все нашем комплексе где мы живем переезд документы адаптация прогулки в болгарии наши с вами любимые ну те кто подписаны знают всем нравится очень вот заходите на любой из плейлистов и наслаждайтесь можно вот нажать воспроизвести все он пойдет вам воспроизводить кала информацию мне нужную в интернете слушайте не могу прям вот меня так это раздражает очень много роликов вроде бы мысль полезная сама мысль занимает минуту максимум ролик растянут на 10 минут на 15 налили воды налили предисловий и я понимаю что сломать систему не получится но хотя бы давайте попробуем у нас вот на моем канале коротко рассказывать буду без всяких предисловий без ничего и вы будете для себя брать полезную информацию только пожалуйста поддержите этот формат пожалуйста поставьте лайки и в первом выпуске с названием коротко разным не спромотайте чуть-чуть увидите тоже посмотрите мало просмотров там он как-то набрал хотя на мой взгляд там есть какие-то полезные вещи вы видите что мы опять куда-то едем те кто хорошо знают болгарию уже догадались куда мы едем но все равно вы не знаете зачем об этом будет рассказано в ближайших видео так что подписываемся и всем всего хорошего и спасибо большое за то что вы слушали все мои полезные советы жду от вас взаимного спасибо вам доброго